Привет! Вы на канале Вадима Карасёва. Если вы ещё не подписались, то самое время это сделать. Приятного вам просмотра! Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что смотрите. Следите в прямом эфире за всем происходящим. Ну и, конечно, пытаясь получить аналитику глубже, аналитику качественнее, пытаясь понять, что думает совершенно разный пул гостей. Ну и, конечно, такие маститые и именитые аполлитологи, как Вадим Карасёв, который на связи прямо сейчас. Вадим Юрьевич, приветствую вас. Маститы – это правильная мастия, я так понимаю. Ну так, какой масти будешь? Хорошей мастией, я понял. Друзья, всё как всегда. Но наколки не покажу. Всё, как всегда, в нашем сегодняшнем эфире. Мы беседуем с Вадим Юрьевичем, потом уделяем время на ответы на вопросы. В сообществе YouTube я оставлял анонсы, там можно оставить комментарий и также писать в прямом эфире. Технический нюанс. Если что-то вдруг где-то с кем-то у нас порой произойдёт, как бы шелест работает на хомячках, которые бегут и крутят динамо-машину. Поэтому я очень надеюсь, что докрутим до конца эфира. Но, если чего, не обессудьте кризис. Кризис, но не жанра, а энергетический в стране. В общем, прелюдия закончена. Давайте, по сути, к делу, как говорится, опрос нашего сегодняшнего эфира с вами. И он действительно такой очень мировоззренческий, поворотный, что ли, момент мы сегодня переживаем в понимании происходящем в войне российско-украинской. В общем, опрос такой. Согласны ли вы с утверждением, что с Крыма всё началось, Крымом всё и закончится? Варианты ответов. Да, однозначно. Нет, началось и кончится в Киеве. Следующий вариант. За Крым будет ядерная война. И ещё один вариант. В войне есть вещи важнее Крыма. Вот такие у нас сегодня варианты. И с такого вопроса я предлагаю начать. Повод понятен. Подоляк комментирует удар по Севастополю, точнее, сбитие ПВО ракеты-атак с кассетной частью жертвы. Погибшие, в том числе, и дети. И комментируют это достаточно милитаристски. Мол, нет, ну, люди на пляжах гражданские оккупанты. И не должно быть, как бы, никакого места в Крыму, где будет безопасно. Вадим Юрьевич, что скажете по этой теме и какой вариант выберете вы из опросов? Ну да, там теперь у вас вопросы. Надо все подумать. Ну, всё началось, наверное, в Мюнхене в 2007 году. Мюнхенская речь. А, возможно, раньше началось. И не в Украине, и даже не в России. Поэтому закончится где-то, ну, точно не в Украине, и не в Крыму. Крым — это же очередная веха на большом пути к большой войне. Ну, или к войне. Вот так отвечу. Теперь по поводу... Ну, заявление неудачное. По-другому соображениям. Во-первых, там же наши люди живут. Мы же их собираемся освобождать. Мы же их собираемся... После этого заявления уже как-то не шибко и понятно. Если там гражданские оккупанты... Да, колонизировать мы их собираемся, а потом если... Там рассортировать тех, кто приехал до 2014 года, после 2014 года. И тому подобное, и так далее. Ну, а если там говорят, что там живут оккупированные граждане, то получается, что мы как бы отказываемся от них. В общем, иногда лучше промолчать, если нечего сказать или по каким-то причинам нельзя сказать. Я понимаю. С моральной точки зрения или моральный аргумент тяжел в данной ситуации. Поэтому лучше молчать. Если, скажем, больше не о чем говорить. Что касается самой ситуации, я перейду всё-таки к тому, что дальше. И почему так сейчас? Почему на Крым всё? Во-первых, давайте так. С получением Украины атакамцев и шторм шедов, скальпов, атакамцев и ограниченным разрешением бить по территории Российской Федерации. Американцы давали. Американцы давали. Это право. Война становится, вот вы сказали вначале, что она российско-украинская. Нет. Она всё больше и больше. Премии и премии становится войной между Западом и Россией. Запад разный, понятно. Но, если говорить так, это США, включил и Союзники, и российская Федерация. Украина здесь уже фоном. Украинская война, она ведётся уже на автопилоте, я бы так сказал. Так, ну, длится уже долго, уже люди привыкают, они гуляют, ни на что не реагируют. Проживают, как последний день, судя по кадрам из Одессы, там, в Сибирске и так. К впечатлению, что первое время чумы. Да будет, но всё неладно. Все фаталисты. Так, вот в таком фатальном каком-то самочувствии все проживают. Вот, поэтому такой автопилот уже, как оно будет, так и будет. Может, косвене там, или ещё как раньше, в начало года, вдруг Трамп выиграет, и как-то оно всё. Кто-то считает так, вот чудо произойдёт, Украина вот сразу победит, а кто-то считает, что чудо произойдёт, и война становится, закончится. Но вот это, ну, сама-то война, сами, скажем так, стратегии, генштабов, и вот как она ведётся, это уже всё больше и больше война Запада и Россия, США и Россия. Где-то она прокси, а где-то она уже и не прокси, где-то прокладочка, а где-то этих прокладочек уже и нет. Протекает, дай Бог, как говорится, уже серьёзно. Почему сейчас вот это всё произошло? Ну, во-первых, было большое наступление России. Ну, я бы не сказал большое, но оно было достаточно таким высомым, и даже претендовало на успех. Надо было любой ценой не допустить этого. Поэтому дали право бить по территории, там, Белгородской области, по приграничным, скажем так, регионам. Там небольшая дальность, ну, это достаточно существенно, так, по Курской области. Вот для того, чтобы бить по наступательному потенциалу российских вооружённых сил, и в какой-то степени это сыграло, потому что наступление, оно, там, так, я бы не сказал, что оно выдохлось, оно потеряло какой-то кураж. Его нету куража. Всё, опять перешло в позиционную такую войну. Ну, вы в Харьковской области имеете в виду? Да, в Харьковской, да, позиционный тот пункт. Ну, где-то есть там какие-то продвижения, Торецк, там, выход, Очерекина, там, Часовьяр и так далее. Ну, там тоже это, я бы не сказал, что это результат каких-то стратегических сверхусилий, стратегических сверхусилий, потому что там же по Торецкому тоже, там, одна бригада в ротацию, ну, украинская бригада, так, ТРО, на ротацию не успела, этим воспользовались русские войска, ну, и так далее, и так далее. Это всё, скажем так, тактика, ну, в крайнем случае, там какая-то есть оперативная ситуация. Вот, но связаться следующее, инициативой на фронте владела Россией, и владеет Россией. До стратегического перелома всё-таки это не доходило, и даже до оперативного перелома, но, тем не менее, оперативный перелом наступал, поэтому надо было сейчас в трочном порядке, собственно, вот, сдержать наступление, и ещё один момент начал всё-таки доходить уже на поле боя, на линию фронта оружия, которое Америка выделала вот по этому преснопамятному пакету 60 миллиардов долларов. Да, там 13,8 миллиардов пошло, собственно, на закупку вооружения. Но кроме этого же, мы-то сейчас, именно обороны закупают оружие по всему миру. Кстати говоря, такая установка есть, мы не только ожидаем там какие-то пакеты американские там или европейские, но и делаем это самостоятельно. Вот это первое. Поэтому всё, стратегический перевес сегодня опять ни у кого, и воно заходит в позиционный тупик, а с тем, а там уже дальше будет, либо война, имеется в виду уже Украино-Российская война, на поле, на сухопутном поле боя, так, на линии фронта. А вот дальше там будет либо обострение эскалации на уровне Запада в США, либо какой-нибудь Карибский кризис 2.0 с тем, чтобы вот решить так, как когда-то решил это Кеннеди. Это часто звучит сегодня и не только в российских ресурсах, на российских ресурсах, но и на западных ресурсах. Так многие там трамписты или фараджисты, фарадж в Британии или там во Франции и так далее, это уже тема начинает в обороте. Да, она носит характер пока не мейнстринный, я такой полумейнстринный, но политики об этом говорят мало, но судя по серьезным экспертам, например, так, западным экспертам, американским, британским и так далее, эта тема достаточно серьезно обсуждается. И, скажем, нет той легкой, скажем, легкого такого подхода о том, что вот запад на конверсии, проиграет и тому подобное и так далее. Начинает все-таки думать о каких-то, скажем, примиренческих пока вещах и каких-то новых форматах. Вот это первое. Второе. Да, вы так попросили про фараджа, но там на самом деле нешуточный скандал развернулся в Британии. Если будет возможность, мы на этом остановимся. Да, да. Ну, потому что это политик сказал ни много ни мало. Друг Трампа. Это два. И, в-третьих, партия сейчас может стать второй позиционной партией, а впереди консерваторов. Он лидер, да. Он считался маргинальным политиком. Но сейчас он уже... Вот эти все маргиналы, там, Липен, например, с Джорданом Барделла, так они начинают все больше и больше к мейстриму подбираться. И на выборах Европарламента, и на национальных выборах они могут создать новый политический ландшафт и новую политическую атмосферу. Дискурс новый. Потому что сейчас, конечно, в любой западной стране базовый консенсус — это Россия должна проиграть, Украина должна не проиграть, помогать будем столько, сколько надо, ну и тому подобное и так далее. Еще один момент. Путин был в Корее, в Северной. Очевидно, там серьезные вещи. Проговорены, я не думаю, что Путин вот так бы поехал в Северную Корею. Да, конечно, там Северная Корея, Вьетнам по пути и так далее, но, видимо, визит готовился достаточно долго. И я бы обратил внимание на две вещи. То, что там снаряды Корея поставляет, эшелоны идут, это все понятно, тут никакой новизны нету, тем более сенсации. Но есть сенсации в чем там. Военные обязательства, в случае нападения, значит, страна вступает в войну на стороне своего союзника, но это если натовский контингент зайдет на территорию Украины, в случае каком-то непредвиденном, значит, тогда нужно ожидать корейского контингента. Путин ни в какую не идет на мобилизацию. И он до последнего будет отказываться от необходимости мобилизации. А жертвы тоже есть, надо пополнять, перевеса нет. Почему? Потому что тогда разрывается социальный контракт. Сегодня. Вообще какая-то версия и какая-то конструкция маложизнеспособная, кажется. Знаете почему? Потому что где Корея, где Украина. Это раз. И почему мы так уверены, что северокорейские контингенты или там корпус, или добровольцы, или ЧВК, по-разному это все обсуждается в последнее время. Вот если придут натовцы в Украину, то они вот как бы вот сразу вступят. Так и Беларусь вот под боком. Нет, никто не вступает никуда, союзная держава, никто, никакие контингенты, отдельные, не отдельные, собственно, не вводят. То есть Беларусь не вводит, а Корея введет. Странно это. А заставки белорусов? Заставки белорусов воевают. Блин, Лукашенко в это не хочет. У него подорвется внутренняя стабильность. А северокорейцы народ партизанский. Страна-то возникла на базе партизанского отряда. Беларусь тоже партизаны. Да, каждый, да, партизанский край. Вот. Но у них не было великого и уважаемого вождя Ким Ирсена. Я когда-то в молодости читал журнал Корея, выписывал его, интересный журнальчик был, сейчас не знаю. Это дисциплинированные люди, есть контингенты, так, тем более, что Беларусь, она выполняет свою функцию. Вы не забывайте про Калининград. Калининград, если уже пойдет по-крупному, не забывайте. Коридоры всякие, так, Литва, Польша и так далее, там надо держать контингент, для того, чтобы хотя бы сдерживать. Не забывайте, что мы держим там, Украина, при всех трудностях. На Восточном фронте, там держат достаточно серьезный контингент. А теперь посмотрите, польский контингент, немецкие бригады в Литве и в странах Балтии. Я не говорю, что там Северная Европа. Вот если все так по-крупному, как говорится, по-эскалационному, не дай Бог, то надо учитывать, посмотрите на карту. Поэтому белорусы там нужны. Их так не так уже и много. Белорусов сколько? 9 миллионов. Посчитайте армию. А Северная Корея сколько миллионов? Ну, раза в два, три, два с половиной больше. Там примерно по-моему, 24 миллиона человек. И все. Поэтому эта конструкция маложизнеспособная, ну, это ваши слова. Но если так разложить, то может показаться, что она так вполне себе сгодится при определенных обстоятельствах, чтобы не идти на мобилизацию, потому что у Путина социальный контракт. Общество живет мирно, там всякие премии Муз-ТВ недавно, я так где-то видел в Тик-Токах там, как бы, вот, ну, а воюют на периметре внешнем. А тут все продолжают свою мирную, гламурную жизнь. А если это все мобилизация, ну, они же не будут так проводить, как мы проводим мобилизацию, они так, как бы, как бы проводят ее немножко по-другому, вот, ну, я не говорю уже там про внутренние проблемы, там, понимаете, там, события, там, в Дегестане периодически возникают, это что же, как бы, не случайно, если так там социально стабильно и этнически стабильно. Ну, увязывают обстрел, ну, или там, попадание в Крыму, да, по пляжу, увязывают с событиями в Дербенте и Махачкале. Не думаю, не думаю. А кто увязывает это? Ну, там, ну, там бородачи, амигиловцы, тут, ну, тоже, как бы, перебор. Вот, они ударили, потому что Пресвятая Троица, вот они, может, возможно, с этим связаны. Но я, все-таки, к тому, Корея. Главное, что американцы все-таки учитывают то, что хватроны северокорейские, они вполне долетают до техокеанского побережья США. Ну, вот, такой сигнал, дали, хоть они и говорят, как бы, цели выбирает Украина, американцы, но нацеливаются они, так, прицеливаются. Не знаю, кто там, кому давал. Понятно, они не хотят сфишировать. Цели выбирает Украина, но прицеливается Америка. Ну, да, они же могут сказать, ну, ну, понятно, они не хотят, они все время, что мы, не, не, мы воюем, не мы воюем. Они тоже не хотят контракт свой, социальный контракт, мы помогаем, но не воюем. А тут уже начинается, во всяком случае, можно интерпретировать это как уже полупрямое, ну, давайте назовем так, участие. Вот поэтому вот наш ответ от Акамсы по Крыму. Теперь ждем ответ России. Обратите внимание, заявление сегодня Минобороны Российской Федерации, что это ответственность Вашингтона. МИД, РФ тоже ответственность Вашингтона. И они перекладывают как бы всю ответственность и за жертвы, и, понятно, и за гражданские жертвы, и за сам это именно на Вашингтон. Значит, если бы они не планировали ответ, они бы как-то это смикшировали. Так? Или не акцентировали бы так, что это ответственность Вашингтона, Запада, которые там, ну, не говорят Красные Ленины, но это подразумевается. Значит, теперь они будут готовить ответ. Какой ответ? Значит, первое, ну, могут эти спутники, шпионы, так, которые там на нейтральными водами, в нейтральных водах, ну, на нейтральных водах, не Чёрного моря, так? Вот. Второе. В России это, кстати, где-то даже с военной точки зрения не так это и стрёмно. Почему? Потому что Россия понимает, что войну можно закончить на, так скажем, на выгодные для неё условия. это если всё-таки пойти по сценарию Карибского кризиса, да, и там договориться как бы обо всём, в том числе и по Украине. Поэтому вот этот уровень эскалации, атаканцы, а в ответ, а в ответ, не тишина, а какой-нибудь, это вполне сконтакт Россию. Но я не скрутил это их установить, что это, они только ждали этого. Но в принципе они готовы на вот такое развитие событий, тем более, что Путин сказал в Ханое, мы будем идти до конца. Америка своими проблемами, наверное, тоже не рассчитывают, что там всё какие-то баттл Байдена и Трампа до осени и затем, может быть, там разные повороты событий. В принципе, вот это не помеха, а вполне такой, пока власть там в Штатах будет меняться или пока находиться вот в таком полукризисном состоянии, они могут использовать это окно возможности. Вот так, Сок, всё по Крыму ещё хотите? Смотрите, вопрос понятен. По Крыму, на котором там все стрелы сейчас сошлись и Старт дал, конечно, Буданам в своём интервью американскому изданию, он сказал такую фразу очень важную, которая сейчас прям характеризует, наверное, жизнь в Украине. До тех пор, пока будут оккупированные территории, будет вечная война. Как вы относитесь к подобным сентенциям? Потому что сейчас вы сделали акцент на фатализме общества, которое там где-то гуляет, как в последний раз, где-то, собственно, живёт и проживает, но перспектива, которая рисуется Будановым, военно-политическим руководством, она какая? Ну, вообще-то я кантианец, а Эммануил Камп писал о вечном мире работу, так? Поэтому понятно, что я против войны, тем более вечной войны. А во-вторых, если рассчитать на вечную войну, то надо понимать, кто быстрее защитится, и у кого свет будут отключать, а у кого не будут отключать свет. Ну да, президент сегодня сказал, что было повреждено дронами, украинскими дронами 30 российских НПЗ, но они без света не сидят, у них энергетика работает, а у нас централизована теплоэнергетика, всё, ей конец. А что зимой будем делать? Ну это только перед эфиром читали бы, или Кудриский, или кто-то, ну из этих энергетических спикеров говорит, что скоро будем два часа с светом, а там остальное без света. Но летом ещё это можно выдержать. А зимой это ещё тепло как бы даёт, так? Это раз. Вода. Я не говорю, что там холодильники летят в чёртовой матери, всё это. Поэтому давайте, если вещь на война, то надо понимать, что это, холодная война, это одно дело. Но холодная война это горячий мир всё-таки. Холодная война это для того и была придумана, чтобы не допустить войну. Вот и всё. Чтобы не было горячей войны, была придумана холодная война. Кстати говоря, достаточно структурированная, организованная, межгосударственные взаимоотношения, да, конкуренция, да, гонка вооружений и так далее, но если взять, допустим, я помню тот период, даже в космос летали на Аполлон, так, в 1974 году. Американские астронавты и советские космонавты. Двизиты не пугали друг друга и разрядки говорили, так называемое мирное сосуществование. Но, кстати, оно установилось сначала после Корейской войны и заморозки в Корее, а потом уже после Берлинского кризиса 1961 года и Карибского кризиса 1962 года. И всё. Холодная война это мир, а не война. Просто, что война это больше тут публицистическое было выражение. На самом деле такой межгосударственный мир в условиях конкуренции двух систем. Поэтому, да, может быть такая война. Посмотрим, война цивилизации, например, какая из них конкурентней там, там, где ЛГБТ плюс или там, где домострой. Надо скажем так и всё. Это уже, но это другое. А если мы говорим о партизанской войне, о такой войне-войне, летальной войне, давайте с энергетики начнём. Выдержаны или нет? Дальше. Кто-то мне говорит там, ну, мы ждём ПВО, приедут патриоты, закроют небо. Ни одна система ПВО никогда не закроет небо. Ни одна. во-вторых, хоть сюда 30 патриотов и не закроют вам небо. Почему? Потому что так система ПВО Патриот, она создавалась для армейских структур, для прикрытия военных соединений и так далее, для боевых действий, а не для того, чтобы создать такой железный купол, чтобы через этот купол никто не пролетел ещё в рамках территории такой страны, страны, где территория одна из наибольших в Европе. В Америке, кстати говоря, и на Западе нет такой системы ПВО. Почему? Потому что там система ПВО строится в целом, государство не армейских соединений, а государство строится на истребителях. Взлетают ракеты возле воздуха, взбивают тогда самолёты, вот F-16 такой же самолёт. Поэтому во-вторых, очень дорогая она стоит, эта штука. Их три в год выпускают этих, ну, как дивизионы по-старому, не знаю, как сейчас называется. Так, там три пусковых системы, плюс там 500 ракет. В год три, четыре. А ещё очередь какая? Сейчас в Украине тут очередь по контрактам. Какая очередь? А в Украине уже С-300 не отставают. Советский С-300, ну, это «Патриот», это аналог С-300, С-400. Где-то лучше, где-то хуже. У нас почти не осталось, она вся уничтожена. Как вы закроете небо? Как вы закроете небо? Мы можем по Крыму бить. только военный смысл в чём объясните. А во-вторых, в ответ же мы получим ответку. У нас небо не прикрыто. По энергетическим, по гидро, под атомную энергетику. Пока ещё атомная у нас остаётся, а потом что? А что такое бесцвета? Свет это свет, а не учение тьма. Учение света, а не учение тьма. Даже все гаджеты, всегда же цифра. Это дата-центр, это всё на электричестве. Кто-то скажет, да, децентрализованную энергетику и так далее. Ну, почитайте Куща, вот он неплохо писал в телеграм-канале. Рекомендую. Я не хочу просто повторять, я как бы специалист не по энергетике, я по свету, по светлому будущему Украины специалисты, а не по тёмному будущему. Ну вот поэтому давайте вечная война. Дальше, вот вечная война. Дальше. Я понимаю, о чём речь идёт. В принципе, если так немножко, без утрирования. Конфликт может быть, или там война может быть заморожена. Ни о чём не договоримся. Как делали в Северной Корее. Демилитаризованная зона от риска восьмой параллели. Развели всё. Проволока, собаки и мысли проскочат. А тут тысячи километров от Волчанска до как там? Хотел себе ответить, но не буду. Вот. Как там Люба пела до Енисея. Так вот, как на этой Меридиане, это же не параллель это Меридиан, Меридиан, создать вот эту демилитаризованную зону? Как развести? До какой развести? До Днепра? А там что будет? Это вся плодородная, вся плодовитая, запорожская, Днепропетровская, Харьковская, область, они что будут? Вот до этого, ну, значит, этого не будет. А что будет? А будет такой фронтир без границы. И, понятно, будут шастать туда диверсионные группы. Туда-сюда. Но в России тоже есть диверсионные группы. Вы что думаете? Как только американцы или западники западные свезли с них, они все частило сюда. Посмотрим тогда. У них есть опыт, при всем, при том, у них есть опыт борьбы с подпольем, там, диверсантами и так далее. У нас тоже есть, но у них больше возможностей таких. Тот описал, я помню, хорошо, мы освободим, выйдем до Азова, освободимся территории, там, они что, на этом успокоились? Нет, они будут тогда заниматься диверсионными, они просто так не оставят. Так вот, надо понять, в этой вечной войне, кто готов воевать? Русские готовы воевать. Мы готовы воевать, а Запад готов воевать? То есть, мы готовы, у нас есть, как бы, ну, а готовность, я имею в виду, возможности, есть воевать такую вечную войну? или нет? Ну, Запад не тратит своих людей. И Запад будет вечно воевать, и в каком виде будет воевать? Поэтому, давайте вот сопоставлять эти все вещи, и на самом деле, да, не сдадимся, будем сопротивляться, будем партизанить, а мы жить когда-нибудь будем, или нет? Или мы будем партизанить? Я понимаю, и командиры партизанских отрядов жили неплохо. Знаете, выражаю, нежели богато, не надо начинать, да? Да. Вот такая, вот такая история. Вадим Юрьевич, а что за миссия НАТО готовится тогда? Сегодня Макрон, тиражируется его выступление в одном из пабликов, говорит, успокойтесь, война не придет на нашу территорию, воевать в Украине будем потом, не скоро, и вообще, как бы, все нормально, ну, он же выборы растеял, поэтому, как бы, сейчас начинает успокаивать своих жителей, но Орбан говорит, что миссия прям готовится, Венгрия соскакивает, Вучич тоже говорит, грядет страшное, и все это вокруг, собственно, вот этой некой миссии, да, которая должна сначала как инструкторы, ну, это Сиярта сегодня заявил, а потом уже не как инструкторы прийти в Украину, поэтому тут такой вопрос, а как никто, а не инструкторы, то кто? Ну, контингенты, какие-то подразделения, контингентам, смотрите, армии нету НАТО, контингентов НАТО нет, есть национальные контингенты, национальных армий, каждая сторона будет самостоятельно принимать решения, французы захотели, все остальные сказали, нет, все, поэтому о контингенте сюда, речь не идет, миссия НАТО она может носить какой-то, ну, какой-то, вот смотрите, европейский союз присылает какую-то миссию по контролю над расходованием средств Украины, да, но они же деньги не дают, значит, они и ревизоры, чтобы деньги шли туда, куда надо, они ревизоры, они деньги дают, значит, они уже выступают как контролеры, как круг, контрольное ревизионное управление, ну, а как вы хотите, это институционализация зависимости финансовой, экономической, потому что они финансируют войну, часть, по крайней мере, финансируют, может, и аминистрация тоже такая, как бы, учебная какая-то, еще какая-нибудь, но не контингент, не контингент, потому что это уже будет прерогатива национальной правительности, но я не вижу, что национальное правительство сегодня вот об этом думают, по крайней мере. Американцы не, нет, и все остальные тоже, и никто, никто не хочет, по многим причинам не хотят, ну, понятно, гробы и так далее, и так далее, но, в принципе, они считают, что пока нет такой необходимости. Вот если будут прорыв на фронте русских, если у них там перевес будут, и там, допустим, украинские вооруженные силы за СУ будут отходить от Днепра, еще что-нибудь придумают, но пока у них есть много других штучек конвенциональных и других методов, ну, например, бить не там 70 километров в глубину, а 170, ну, другие, они же дозированно это делают. кто это изменит? Ничего не изменит? Да. Нет, изменит, что кто-то упадет первым, что кто-то не выдержит. Расчет на, сейчас вот они делают, санкции, 14-й пакет санкций на Россию, жесткие санкции. Ахлобыстин попал, да? Ахлобыстин попал, да. Ну да, Полина Гагарина, ну зачем, Юрий Алексеевич Гагарин, такая фамилия, первый космонавт в мире, а тут Полина Гагарина, взяли санкции, знал бы Юрий Гагарин, что когда-нибудь, его однофамилица, там, или, может, родственница, вот, пойдет под санкции. Ну, тоже эти европеицы, тоже, ну, уже хотя бы, вот, как-то забыли уже, да, кто первый человек, как-то на полетевший в космос. Вот. Так вот, ну, нет, ну, там серьезно. Дальше, по танкерам тоже, они хорошо, это параллельный танкерный флот, который там нефти русские возят, будут забраться, но это тоже ничего не решит, по большому счету. Ничего не решит, но, тем не менее, не рассчитывают на это. Дальше, раскачка внутри, что терпение лопнет там внутри, что жизнь станет хуже, начнут выступать. Ну, конечно, фактор Кавказа, северного, этнический фактор, он никуда не делся, конечно, тоже будут раскачивать это все. Вот на это, падение режима, а что русские не так думают про Украину. Там, Зеленский нелегитимен, давайте парламент пусть берет, вот, не выдержат, света не будет, воды не будет, и давайте, давайте, выходите на улицу. Тоже рассчитывают на это. А Запад видит, как бы, что, да, Россия ограничена, она путана вот этими всеми военными делами, что она, скажем, свобода рук у нее не такая уж большая. Вот будет пытаться ставить экономикой. экономикой, плюс внутриполитическими, социально-политическими проблемами. Выдержит это? Ну, посмотрим. Разные прогнозы есть. Я не экономист, но тоже я бы не привеличил, что вот у них все в экономике, все хорошо, они выдержали, и теперь, и теперь. Греф на Петербургском экономическом форуме, а он человек очень квалифицированный и знающий человек, он говорил, что пока этот рост такой, ну, военка, спрос, покупка, ну, и там крутится. Но эта модель роста, она очень простая, примитивная. Ну, что там говорить, вот они жалуются все время, что, допустим, дроны до сих пор покупают у Китая, вместо того, чтобы построить заводы. А наши строят, мы строим заводы, дроны. Правда, не в Украине, а в Литве там, рядышком. Так, Польшу строим. Но это не важно, где мы строим. Но мы строим, не покупаем у китайцев, а уже свои какие-то. Так что, вот, видимо, расчет на это. Ну, а там ракетами померяется, знаете, будет мериться ракетами, там уже может где-то сойдутся. Например, там Трамп выбрал. Он же обещал войну закончить, значит, да, давайте об украинских двух, как минимум, вопросах поговорим, может, трех, да, и, собственно, перейдем к вопросам, подведем итоги опроса и к вопросам зрителей перейдем. Ну, новость дня, конечно, да, генерала Содоля Зеленский уволил. Уволил уже? Да, безуглая, получается, сбила. Говорит, пьянствовал, когда на Торецк прорывались. Ну, собственно, увольнение, вот оно. Марьяна слетильная, да? Получается, да. Ну, я думаю, что слетильнее те, кто ей дает такие тексты. Ну, не знаю я эту историю, нет, ну, в принципе, не знаю, что там на самом деле произошло. Старикова Олег Иванович лучше знает. Он генералов эти знает. Я их не знаю, генералов. Но вопрос там, что действительно что-то в командовании, в военном командовании что-то непорядок. Непорядок. Вот отсюда и Насырского там Марьяна наезжала, да, отставка, и ещё что-то, как бы, ну, что сказать, ошибка была, увольнение заложено было ошибкой. А теперь вот никак не могут её исправить. Возможно, я не знаю, я не хочу настаивать там и не преувеличивать военный талант заложенного, но у него была популярность в армии. А вот Сырский, Содор, видите, непопулярный, поэтому командир бригады третий, да, Кротивич, он написал, в БПР заяву написал, там Марьян написал, президент прореагировал. Значит, что-то не так, да, если командиром такое отношение к генералам, тогда воевать, нет мотивации большой воевать. Или там, когда генерал обвиняет, то он, ну, это серьёзное обвинение, что он больше положил украинских солдат, чем русские генералы, чем враг. серьёзное обвинение. Значит, получается, что так вот управляем боем велика, значит, надо разобраться. Это тревожный сигнал. Понимаете, никакая техника западная не спасёт. Всё решается на поле боя. Всё решается на земле, сапогом, как говорится, решается. Но вот Марьяна, мы же понимаем, что она как бы, видимо, решили не ссориться публично с генералами, генералитетом. Всё-таки во время войны генералитет. Это особая касса. Это люди, винтовка может рождать власть во время войны. Часто так и бывало. И неважно, выигрывала армия или она проигрывала. И люди в форме, у тебя солдаты, у тебя солдаты это приказы или офицеры. Политики всегда в таких случаях армию побаиваются и, кстати говоря, не безосновательно. Давайте вспомним год назад там Пригожинский мятеж в Россию. То же самое. А война действительно приводит. Нет успехов, нет понимания что дальше по большому счёту, куда. Но сдерживаем-то сдерживаем. Это что, мы имеем в виду сухопутного генерала, так, командующего там в армейской структуре. Ракеты это про другое. Ракеты по большому счёту ничего не решают. Они только создают условия для каких-то других более важных и серьёзных решений. Это как бы прелюдия. А если здесь нет чёткого понимания, что дальше идут отходы, сдерживаем, а дальше что? Что дальше? В войне тупик концептуальный, тупик не позиционный, концептуальный. Что дальше? Сколько? Ну, вечная война, ну, хороший ответ с точки зрения тех, кто готов на такую вечную войну. Ну, всё равно говорю, я не думаю, что общество готово, и у нас нет вечного ресурса. У нас же нет вечного ресурса мобилизационного. Надо прислушиваться. Венеславский сегодня говорит, нет таких планов, чтобы мобилизовать до 50, но опускать планку ниже, да, и там с 20 вот этих планов нет. Да, там есть отдельные категории, которые там младше, их будут мобилизировать. Марьяна чётко и ясно прокомментировала это выступление Венеславского, написала, что Венеславский брехун, ну как, лжец. Зачем она так, Федю, взяла и назвала таким словом нехорошим. Ой. Ну, такая политика. так что? Вот такая. На фоне... Ну, каждый, кто влез, кто подровал, это называется. Этих заявлений разных, это такой информационный шум. Кто влез, кто подровал. Чёткого понимания плана войны я не вижу. Или окончания войны. Но окончания войны более-менее есть уже там. Китай нас спасёт. Китай заставит Россию. А Китаю... Это новый китайский план. Китайский план. А Китаю оно надо? Поворот на восток, так называемый. Или мы вспомним Арахамию, который, помните, говорил. Мы вот будем, как китайцы, будем туда. Но если хоть что-то, то давайте новую конференцию и с Китаем, и Россия будет, и мы уже... А какой план войны? Ну, хорошо, под Харьков. Может, какое-то наступление готовим, не знаю. Может, не говорят про него, может, это и правильно. Потому что в прошлом году так распиарили, что потом не знали, что делать с этим пиаром. Поэтому всё, конечно, эти заявления спикеров, вот это... Нету какой-то, скажем так, централизованной, ну, не то, что централизованной, но какой-то более-менее официальной позиции. Ну, даже подалек. Он же внештатный советник Офиса президента. Ну, да. Внештатный. Взял, отказался. У меня трудовая книжка не там лежит. Взял, отказался. Можно всегда сказать, что-то, когда это... сегодня взял и отказался. От крымчан взял и отказался. Всё. Теперь уже забыли всю эту риторику. Наши люди, освобождать за людей, воевать. Нет, Гражданские оккупанты. Друзья, давайте подведём итоги наших... А сегодня спикер уехал, его нету. Собчак даёт интервью. Нету спикера нормальный. Представляете? Собчак даёт интервью. Ой, а прогрев какой был? Красиво, медийно, да? Роман. У них роман. А потом раз... Я не знаю. Интервью. Давайте подведём итоги нашего вопроса. Согласны ли вы с утверждением, что с Крымом всё началось, с Крымом всё закончится? Да, однозначно. Нет, началось и кончится в Киеве. Да, однозначно. 10 процентов. 13 за Крым будет ядерная война. 22 в войне есть вещи важнее Крыма. И 55 процентов, то есть большинство считают, что всё началось и кончится в Киеве. Ну, вот так думают люди. Ну, хорошо. Люди думают. Хорошо, что люди думают. Так что вы? Началось в Киеве? Началось и закончится в Киеве. А что значит закончиться в Киеве? Ну, что это будет в Киеве? Киевский договор, Киевский форум. Что значит в Киеве закончиться? В Киеве оно не закончится, потому что война вышла на другой уровень. Ещё от Стамбула началось в Киеве, но закончилось в Стамбуле. Могло закончиться в Стамбуле. А здесь уже оно закончится непонятно чем, как, когда и в какой форме. Но это вышло на уровень уже противостояния Запада-Россия плюс скажем так, расклаивающийся глобальный юг. Что? Потрясающие у нас сегодня комментаторы. Вот Александр пишет, ну, вам и улыбается Карасёв, всё понимает вот это вот, да, вот эти все многозвращения. они всё не понимали. Ну, Вадим Юрьевич, всё, всё, все понимают. Друзья, смотрите, к большому сожалению, ну, есть сигналы, которые доносятся о том, что, как бы, заряды, аккумуляторы, ну, мы без света сегодня полдня. Я хочу финальный вопрос вам задать. Это, кстати, о понимающих и думающих людям. Вы человек, который, ну, взрастил, там, поколения, да, каких-то, ну, значит, каких-то, ну, политологов, людей, разбирающихся, ну, специалистов в этой сфере. Сегодня скандал жуткий. Министр образования говорит, вечерняя заочная форма аспирантуры, которая не даёт права отстрочки на мобилизацию, в общем-то, вот такую будут продвигать. 60% поступивших в 2022-2023 году это мужчины 30 плюс, то есть, все понимают, да, аспирантура, чтобы откосить. И с этим всячески борются. Дискуссия потрясающая, хают лесового, да, который с фронта как бы пришёл в министерское кресло, отказался от диссертации. Мы уже не выкарабкаемся с нашим образованием, как вам кажется? Конечно, очень трудно будет выкарабкаться. Четыре года, два года ковида и два с половиной года войны. Ну, какое обучение? Кто-то, ну, кто-то на удалёнке сидит, там, понимаете, социализации нет в школах, детей. Удалёнка, она же ничего не решает. Студентов нет, жизнь студенческая, студенческая жизнь. Школьные годы чудесные с песнями. Помню, как фильм так был. Так, песня такая была. Школьные годы чудесные с танцами, с книгами, с песнями. Школьные годы летят, их не воротишь назад, их не воротишь назад и так далее, и так далее. Нету этой жизни школьной. Нету её. Ни вузовской жизни нормальной нет. Ни управления высшей школы нет. Был же хороший министр у нас, ну, чего его взяли и, я имею в виду Шкарлетта. Так, вполне. Которые ректоры, которые рекомендовали, ректоры, совет ректоров, так, и сам он ректор был. Теперь вот такое всё. Это везде, кстати говоря, так. Ну, просто у министра финансов нет такой проблемы, ему деньги Европа даст. А у министра образования, за него европейский министр образования, там, комиссар какой-нибудь не будет это делать. А тут уже квалификации, компетенции уже не достаёт. Или там по Грарке, там, понятно, вывезли, там уже эти нагротрейдеры, зернотрейдеры работают и прочее. Ну, министр обороны, там тоже, понятно, закупки делать и всё. Министр иностранных дел, а тут или там министр соцполитики, министерство соцполитики. Сколько мне наговорили всякой глупости. То замминистра, то министра, предыдущий министр, нынешние министры. О том, что думаете про пенсии, что покупайте пауэрбанки, покупайте свечки, покупайте керосиновую лампу, лампы, потому что зимой, будете сидеть в холоде, без света и так далее. Заявления такие идут, да? Немножко утрирую, но примерно это так звучит. Вы что? Вы думаете о жизни, чтобы люди жили нормально. Дайте им жизнь. Это же задача любого политика дать жить людям нормально, комфортно. Для этого они рождаются, для этого они работают, для этого они живут. Они живут не для того, чтобы воевать за клочок земли вечно. Вот вам метр земли, а вот вам человеческая жизнь. Что важнее? Два на два. Землю можно вернуть, а погибшего вы не вернете уже. Не вернете его целый мир, потому что любой человек это космос. Это космос в себе, вселенная, там по себе, любой человек. Я его. Так вот за что? Вот эта вечная война за километры какие-то? Где живут люди уже, это не значит, что мы должны отказаться, мы должны их по-другому брать. Но не значит, что это должны, давайте вот, мы же еще раз, территории рано или поздно мы вернем, а людей мы не вернем, которые гибнут пачками как с одной, так и с другой стороны. Война это грязь. Понимаете, это настоящая грязь. Это мрак. В прямом и переносном смысле этого слова. Это постоянное унижение в окопах, под бомбами, под этим всем, под дурацкими командами, дурацких командиров. Такие тоже попадаются. Есть дураки, которые кладут для того, чтобы тебе звездом орден и галочку подставить. Вы понимаете, ну надо же, жизнь, это ценнее, нету ничего, жизни. Все кождаются, чтобы жить, а не для того, чтобы он вечно воевал и погибал. Если он на войне, он должен побеждать. Не получается побеждать, значит, это дело не генералов, а дипломатов. И политики должны это тоже понимать. Поэтому это везде, во всем системе управления, оно же, смотрите, оно же превратилось в такую тачанку, извините меня. Ну честно, это же просто так давно никто не управляет. Поэтому надо, ну что делать? Понятно, что во время войны нельзя это было сделать, это тяжело. Значит, вывод какой? Если у вас нет света, его может не быть дальше. Если у вас управление, ни к черту не годится. Если у вас чехарда, люди не понимают, не хотят идти, поступают в аспирантуру, и потом говорят, нет, все равно вы пойдете в армию, потому что это, вы что делаете? Вы разрушаете полностью общественный организм. Вы людей делаете врагами своей страны, ну нельзя что делать. Вы же их просто отталкиваете от себя. И так во всем. В войне, вот самая большая трагедия войны, что в войне растворяется государство, растворяется страна, она куда-то уходит и так далее. Вот главное, главный результат это не на поле боя. Там солдаты свое дело знают, офицеры знают свое дело. А вот в тылу война полностью, знаете, как раствор такой, туда попадает эта вся кристалла государственности. И они там полностью вот так вот уходят, растворяются, превращаются в какую-то соль, пыль, какой-то порошок. Но это же самая страшная трагедия именно в этом. И то, что человеческие жизни теряем, теряем молодое поколение, которое могло бы принести новую славу, будущую славу Украине. Футболе, например. Да-да. В футболе, в спорте и так далее. Это же молодые делаются. Ну, давайте как-то посмотрим, как можно выйти из этой ситуации. Никто не за то, чтобы поднять руки хэндэхох и капитуляция и так далее. Как победить в войне невоенными методами, если военными не получается и не получится. Враг силен при всех его слабых местах, есть слабые места, говорил об этом, но он силен. Так что, видите, такой гимн жизни, потому что нет войны. А теперь, честно говоря, когда война начала затягиваться, раз, песню послушал. бухенвальский набат Магомаю, в бухенвальде колокольный звон, промер дальше, военных лет есть. Супчана тогда говорили, я тогда не понимал, маленьким, что лишь бы не было войны, старше говорили. Понимал? Тут даже проблема не в боевых действиях, в разрушениях, в нарушениях мирной жизни, трагедиях человеческих, на всех сторон. и там, и тут. Политики, они живучие, сволочи. Они защищены, а простые люди не защищены. Так вот, это всё, ну, надо подумать, как всё-таки выйти на компромисс. Ещё раз говорю, компромисс. надо уже его как бы и вырабатывать. Что мы на стол положим, какие формулы, какие-то, потому что воевать всю жизнь. Понимаете? Представьте тебе поколение, которым 20, и они будут 20 лет воевать, до 40 лет, что ли? Они уедут. Ну, кто-то кого-то ловит, но кто-то же уезжает. А те, кто сейчас по 15 лет уедут и не приедут. Будут всё. Людей теряем. Теряем на войне, теряем, скажем, войне на поле боя и теряем войне на, скажем так, поле жизни. Теряем. Кто будет жить? Ну, хорошо, сейчас лето, в Одессе, Чёрное море, всё там, Одесса, поезжают люди. Они поэтому и проживают так. Сейчас как будто последний день. Как будто последний день срывается, всё, крыша съехала и всё. Так всегда, кстати говоря, первое время чумы, это же не просто фигура речи. Это как раз характеристика чумовых времён, чумных времён. вот этой бубонной чумы, когда всё косило в Европе и закосило там, миллионами косило. Вот это как бы последний охлоток жизни, радости, гимн жизни перед чем-то, что люди не знают, а мы должны в них уверены. Политик должен им продавать, ну, я имею в виду в политическом смысле, продавать надежду на мир, на то, что будущее будет светлое, а их пугают. Нет, у тебя света не будет, потому что мы же воевать должны. У них-то будет свет. А почему они так говорят? Потому что плохо учились. Я же не случайно сказал. Учение света не учение тьмы. Вот некоторые любят жить в тьме, но пусть живут. Совсем неприятно. А мы люди света. А мы люди света. Совсем неприятный полумрак. Безусловно. Ну, так уж сложилось уже по традициям, что мы как бы в силу разных технических обстоятельств вопросы зрителей оставляем на них время как бы через раз. Поэтому давайте все-таки на следующий раз друзья обязательно Вадим Юрьевич ответит на моем канале на ваши вопросы. Но чтобы слышать Карасева, чувствовать Карасева, следить за Карасевым, а также внимать Карасеву, подпишитесь на его канал на YouTube. Ссылка в описании к этому видео. Вадим Юрьевич, ну надежда же есть. Все? Надежда есть? Вадим Юрьевич. Да. Что? Я не смысл, что вы сказали. Говорю, надежда же есть все-таки. А нет, а без надежды нет жизни. Политик должен быть политиком надежды, а не политиком уныния, пессимизма. Потому что пессимизм и уныние парализуют волю человека, а надежда дает ему волю к жизни. Берегите надежду, конечно же. Всем добра и света. Вадим Юрьевич, спасибо большое за время и мысли. Да. Надежда наш компас земной и очень важно в войне иметь свой компас. Война должна иметь компас. Я понимаю, что немножко компас потери сейчас в этой войне. Надо вернуть компас войны и четко понимать, когда можно выходить уже на мир. Очень бы хотелось. Мира всем мирной ночи и хорошего вечера. Увидимся. Света. 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 До скорого. Электрики.